Всем привет, с вами Ёжи, и сегодня поговорим о праймовых версиях Баллока и Кэмпбелла, которые совсем недавно стали доступными для сборки. Расскажу о своих впечатлениях после 10 матчей вместе с ними, стоит ли собирать и так далее. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xBet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надежностью. Уверен, порадует и вас. Итак, в 7 минуту сборка Кэмпбелла обойдется вам в 733 тысячи монет, а сборка Баллока в 1 миллион 630 тысяч монет. Будем отталкиваться именно от этих сумм, учитывая фразочку «стоит ли собирать». Сейчас же поговорим о характеристиках этих карточек и стилях сыгранности, которые я применил и рекомендовал бы вам применять, если все-таки собираете. Давайте начнем с соло Кэмпбелла, которому я поставил тень, потому что он весьма-таки тяжелый и хотелось бы, чтобы он бежал побыстрее. Поэтому побольше скорости ему и в отборе, чтобы играл максимально хорошо. Я играю парочкой Фердинанд-Блан обычно и Блан из тех, которые чуть-чуть медленнее, но при этом Бланы с ловкостью и балансом там ого-го, какой хорош. У Кэмпбелла здесь же 51 и 53, и какую бы вы карточку ни давали, его ловкость сильно не спасешь, он все равно будет тяжелым. А вот в плане скорости так хотя бы бежит более-менее адекватно. 188 сантиметров роста и 95 силы делают из соло Кэмпбелла настоящую стену, но стену эту обойти можно. Если сравнивать Кэмпбелла с Рамосом и Вараном, а именно с ними, потому что, думаю, многие из вас именно этим треугольничком сейчас обладают, когда думают о сборке Кэмпбелла, Рамос, Варан и Куртуа, то скажу вам, что Кэмпбелл не намного лучше, чем эти двое. Так стоит ли собирать Кэмпбелла за 730 тысяч монет? Скажу вам, что нет, потому что треугольник Рамос, Варан и Куртуа стоит дешевле. А играют Рамос в паре с Вараном не намного хуже Кэмпбелла. Я бы лучше вкладывал свои ресурсы куда-то в центр поля или же в атаку. Но если вам вдруг очень нужен какой-то линг направо или налево, для Алекса Сандро или Канцелу, допустим, то Кэмпбелл, как минимум, хуже Варана или Рамоса не будет. Но, конечно же, не забываем о возможности собрать Кэмпбелла только для того, чтобы закинуть его в другой СБЧ, на другую крутую икону, допустим, Баллока, потому что там какую-то икону слить надо. И так при сборке Кэмпбелла плюс паки вам, наверное, это выйдет дешевле, чем купить какую-то стрёмную икону за 650 тысяч. Михаил Баллок рейтинг М91 символичными статами, но при этом своей тяжестью. Если для Кэмпбелла это окей центральный защитник, то для полузащитника вот такая вот ловкость и баланс это не очень приемлемо. Поэтому я играл с ним на стиле сыгранности engine или же мотор. И таким образом он у меня двигался немножечко быстрее. И с ловкостью я бы не сказал, что были аж такие проблемы, как изначально я опасался. Удар у него в порядке и без буста, то же самое касается и игры в отборе. Перехваты и отбор стоя очень даже достойные. 188 сантиметров роста по 4-святочной рабочей ноги, финтах и высокий воркрейт в защите, что приятно для игрока, который работает в опорной зоне, потому что не будет лениться, а будет стараться вам помочь в защите. Другое дело, что вот скорости ему не всегда хватает, чтобы добежать домой побыстрее, но в целом играть можно. Если так взять, в общем, балок мне понравился. Я совру, если скажу вам, что он может заменить гулета или веера. Нет, вряд ли. Гулет по-своему крут в атаке, а веера по-своему крут в защите. Балок что-то среднее. Я бы даже не стал пытаться заменить этим немцем, голландцем или французом. Мне понравились пушки балок, а очень хороший удар. Другое дело, что искусственный интеллект не всегда дает этому раскрыться, потому что блокирует падла. И я не знаю, как ей патчат эту игру, но с одним патчем они вроде как немножечко унижают эффективность искусственного интеллекта, а затем, выпуская другой патч, все возвращается обратно. И в одном из моих матчей, где соперник прекратил играть, буквально не двигался вообще никак, искусственный интеллект за него защищался так, что я не мог нормально пустить удар балок. Получается, что геймплей как-то сковывает возможности таких игроков, потому что я пробиваю просто в блоки и в блоки. Если бы мой состав был общим бюджетом где-то так миллионов 6-7, грубо говоря, на Роналду в атаке и на балока в центре поля, плюс там более-менее хорошие игроки по бокам и в защите, то я бы, наверное, все-таки насмелился на сборку этого игрока. Почему? Потому что гулит Вера стоит очень много, до них очень далеко и не знаешь, когда еще эти сборки выйдут. Ну а балок уже сейчас доступный за полтора миллиона, грубо говоря. И это практически вот третья сила в центре поля после Вера и Гулита, потому что тоже рослый, тоже мощный и с хорошим ударом. И напоследок я вам скажу, что парочки менял, то есть балок играл и с Гулитом, и с Виерой, и Кэмпбелл играл и с Фердинандом, и с Бланом. С Фердинандом Кэмпбелл выглядел получше, возможно, потому что Ферди быстрее бежит, а парочке Блан-Кэмпбелл где-то не хватало скорости, и если получались там разрезы-забросы, то иногда я не успевал за быстроногими соперниками, не было кому подстраховать на скорости. Касательно Балока, то ему приятнее было играть с Гулитом, потому что все-таки Ворпрейд вышел Балока в защите, и чувствуется его вот аккуратность, и лишний раз он не хочет сам лезть в атаку. Тогда как в паре с Виерой мне казалось, что у меня слишком оборонительная опорная зона. Грубо говоря, и Виера, и Балок не хотели лезть в атаку, а так вот с Гулитом было веселее. На сегодня все, с вами был Ёшик, надеюсь, видео вам понравилось, если так, то обязательно ставьте лайк, и хотелось бы, чтобы кому-то этот видос помог принять решение по сборке Кэмпбелла или Балока, и оно оказалось по итогу удачным, потому что у каждого из вас свои чувства по игре могут быть и мысли, но многие из вас хотели услышать меня по этим игрокам, и я свое сделал. Увидимся, друзья, до встречи и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok